Вчера состоялось очередное судебное заседание по делу Павла Прилучного, который хочет, чтобы сын Тимофей и дочь Мия от Агаты Муценица жили с ним. Агата поделилась впечатлениями от заседания, которое, по словам источников, длилось пять часов. Артистка не стала скрывать, что в шоке от происходящего. К слову, суд пока не вынес окончательное решение, так что борьба между бывшими за сына и дочь продолжается. Друзья, прокомментирую вчерашний день, знаю, что вы переживаете. Я вчера ушла из зала суда абсолютно без сил. Все, что происходит, это полный ад. Я не желаю ни одной матери испытать того, что испытала вчера я. Мне очень жаль, что мой сын должен пройти этот путь, но он сильный мальчик и обязательно справится. Мы справимся вместе. Жестокость, с которой решает это все. Вторая сторона подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще. Только личная выгода. Что тоже печально. Но я верю, что добро всегда побеждает зло. И я верю, что Бог все видит. Всем матерям нашей страны я посылаю лучики света и добра. Мамы сильные, мамы все могут. Отметила 35-летняя актриса в личном блоге. Ранее Агата Муценица судилась с секс-супругом за алименты и выиграла тяжбу. Тогда артистка недоумевала, почему Павел, который может похвастаться финансовым благополучием, не торопится поддерживать общих детей материально. Прерву свое молчание. Скажу только одно. 24.04.24 мы с адвокатом выиграли суд. Красивая дата, красивая победа. Но, конечно, радостного мало, потому что в целом стыдно, что надо судиться за то, чтобы человек помогал финансово своим детям. Стыдно, что люди все время кричат о том, что просто все завидуют их счастью, и вступают в судебный процесс третьим лицом напоминаю, чтобы не дать денег детям. Главное, казаться, в этом вся соль. А вообще, это ужасающая тенденция в нашей стране. Мужчины после развода просто скидывают все на плечи матерей, которые должны выкладываться и финансово, и морально. Просто ужасающе. Негодовалому цениться в соцсети.